Лариса Седнева проживает в доме на улице Героев Крут-26. ОСМД здесь нет, платят бывшему ЖЭКу, который после оптимизации стал называться управляющей компанией. Ежемесячно Лариса Седнева, обладательница трехкомнатной квартиры, за так называемое СДПД отдает около 220 гривен. Я насчитала, что 2,44 это реально то, что они дают. То есть вот прибирания сходовых нету, прибирания педвалу нету. Придомовую территорию регулярно убирают от листьев и пыли, но некоторые детали бросаются в глаза, их веником не спрячешь. Когда вот эту будку ломали, остатки бетонные бросили туда, забили. Потом большегрузная машина здесь проехала и вот этот сбросила туда. То есть ливневку похоронили. Заявка есть, обещали сделать. Но обещать не значит жениться. Ведь по словам жителей, заклеить открытую теплотрассу тоже обещали. Теплотрасса от Людового аж до нас в двух местах по 20 метров голая. И никто, чины обходят, чины видят. Уже второй год. Необъяснимо, но факт. Платить за уборку снега приходится 12 месяцев в год. Уборка снега 12,83. Есть снег, нет снега. Хотя в этой бумажке написано, что в зимний период. А выставляют ежемесячно. На жильцов верхних этажей в период дождя покушается влага. Там, где фальш-потолок, там между плитами получается уже грибок черный. Надо срывать этот фальш-потолок и полностью обдирать штукатурку. В ванной, получается, у нас капает, стояк идет, и там прокапывает по стояку вода. Но местные активисты сдаваться не собираются. Пишут акты претензии о невыполненных работах. Говорят, что раскошеливаться за несуществующие услуги больше не намерены. За уборку лестничных площадок 19-20 гривен уже можно не платить. С черемушек переносимся в другой район Одессы – исторический центр. В доме на Новосельского, 75, долгое время не проводился капитальный ремонт. До тех пор, пока его в свои руки не решил взять один из местных жителей. Дом, относящийся к объектам местного значения, Тимур Шеремет взялся восстанавливать за собственный счет. Я за свой счет отреставрировал сначала крышу над общим подъездом, а потом вынужден был, естественно, все это привести в порядок, перекрасить. Вот вы видите результат. Вот еще даже сохранились там старые окна витражные. Для восстановления крыши пришлось вывозить мусор и менять шифер. Вложенные деньги мужчина так и не получил. Мы видим фон той старой крыши, возможно, даже столетней давности, которая была и которая до сих пор лежит. Если вы видите вот там в углу, вообще отсутствует шифер. То есть, в принципе, это все просто течет на дом и все остальное. Вот тот участок крыши, который был мной накрыт за мои средства и, естественно, которые мне не были возмещены. Проблемы старых домов, в которых требуется капитальный ремонт, непросто решить и в созданных ОСМД. На Жуковского, 43, за годы правления ЖЭКа, часть дома успела рухнуть. В прямом смысле. Теперь же люди только учатся бороться с такими проблемами. Три года тому назад, когда собрали деньги, провели полностью себе новую канализацию, водопровод. Потом инициативные жильцы и соседи договорились с горканализацией. Нам провели новую канализацию, потому что кусок заменили во дворе, а после двора. То есть, это уже процесс, мы в нем уже года три. А сейчас уже учимся управлять другими процессами. От подметания до всех монополистов формирования нашего взноса во дворе. Правда, деньги на развитие двора здесь решили привлекать еще и со стороны. Дмитрий Ковбасюк стал инициатором проекта «Двор. Сцена». Идея в том, чтобы организовать творческое пространство Open Air. В Европе они давно стали обычной практикой. Мы решили проявлять творчество и зарабатывать, чтобы двор сам зарабатывал деньги. Мы решили делать во дворе арт-пространство, которое само на себя и на благоустройство двора сможет заработать. Перегоревшие лампочки и неубранные подъезды, безусловно, это плохо. Но порой невыполнение услуг по содержанию придомовой территории может быть попросту опасно. На углу улиц Новосельского и Толстого на доме повис громадный эркер. Предугадать время его падения довольно сложно, а ведь люди как раз любят прятаться под ним во время дождя. Я понял, что нужно какие-то действия может предпринять самостоятельно и разработал заключение о техническом состоянии этого эркера. И архитектор и инженеры сказали, что оно критическое и возможно обрушение в любой момент. После разработки заключения я обратился к архитекторам и инженерам, которые разработали проект его реконструкции этого эркера. Это такая толстая большая книжка. Там несколько архитекторов, несколько инженеров работало. После этого я обратился в государственную экспертизу с просьбой провести оценку данного проекта. И государственная экспертиза дала положительное заключение. Таким образом этот проект фактически на сегодняшний день можно реально реализовать. Как показывает одесский опыт, эффективность благоустройства территорий зависит от того, насколько в этом заинтересованы местные жители. Взяв деньги соседа, потом очень сложно потратить их не по назначению. В любом случае не забываем об общем правиле. Оплата равно услуга. Если нет сервиса, то и платить выходит не за что. Вероника Годятская, Григорий Евич, телеканал Репортер.